Спокойствие утреннего дворика нарушено. На прогулку выходит хозяин со своей собакой. Страшный вид питбуля приводит всех в ужас. Но, к удивлению, собака не лает на людей и вообще ведет себя крайне спокойно. Любой кинолог назовет вам две самые кусачие породы собак. Ответ вас удивит. Это такса и пекинес. Но на них клеймо опасное, никто не вешает. Выражение «бойцовая собака» звучит страшно. Например, питбуль, способный своим грозным видом распугать детвору. Но бойцовые собаки – это собаки, нацеленные на бой друг с другом. К людям они относятся с большой любовью. Агрессивных собак дрессируют на защитно-караульную службу. И дрессируют именно для того, чтобы она свою агрессию выплескивала на обученного человека в определенные ситуации, на определенную команду. И тогда эта собака становится нормально управляемой и не швыряется на прохожих направо и налево. По мнению кинолога, любая собака должна быть дрессированной. Будь то милый песик, способный поместиться в сумочку, или большая овчарка. Любому человеку будет легко и приятно, если собака и вправду станет ему верным другом. Она способна быть не только помощником по дому, но даже и сиделкой. Но, к сожалению, стаи бродячих собак по-прежнему бегают по улицам нашего города. Кинолог Ольга Максимова также рассказала, как действовать при встрече с ними. Здесь можно сделать вид, что вы поднимаете палку, поднимаете камень. Вы можете замахнуться просто рукой, то есть сымитировать что-то, как правило, они не подходят. Но если уж нападают, то уж хватайте все, что под руками и отбивайтесь. Бежать ни в коем случае, ни в коем. Если на вас нападает домашняя собака, то есть выскочила из подъезда и побежала на вас, то самый простой способ опыта прикинуться деревом. То есть остановитесь, не машите руками, не кричите, не отбивайтесь от нее сумкой или пинками. Реакция у нее намного быстрее вашей, а на вас, скорее всего, вы ее спровоцируете на это нападение. Остановитесь и все. Собака – охотник. Охотник никогда не преследует дичь, которая не движется. А самое главное – простая прописная истина, которую мы должны помнить всегда. Если человек не расстравливает собаку, правильно ее содержит, не злит ее – нет опасных пород собак. Есть опасные виды дрессировок.